Жителям Нью-Йорка рекомендовали экономить электричество, газ и тепло из-за холодов, следует из заявления местной энергетической компании Con Edison. Цитирую, мы призываем потребителей экономить энергию из-за холодной погоды и возросшей нагрузки на трубопроводы, доставляющие природный газ в регионе городской агломерации Нью-Йорка, сообщается на сайте Con Edison. Компания просит экономить ресурсы 1 миллиона 100 тысяч потребителей газа и 3,5 миллионов потребителей электроэнергии и паровых отопительных систем в Манхэттене, в центральной части Нью-Йорка. Мошенница Анна Сорокина, также известная как Анна Делви, которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки, а то и на сотни тысяч долларов, заработала на продаже рисунков в сотни тысяч долларов. Ну, кстати, по поводу ее мошенничества и о ней существует сериал, по-моему, там 4 серии, я его смотрел, очень любопытный сериал, рекомендую, Анна Сорокина, Анна Соркина еще иначе называют. Об этом сообщает издание New York Post о том, что она заработала на своих рисунках огромные деньги. По словам анонимных источников, 31-летняя аферистка продавала оригиналы своих работ, которые она создала во время пребывания в американской тюрьме, по 25 тысяч долларов за рисунок. Также отмечается, что Делви выставляла на продажу их репродукции за 250 долларов за штуку. Согласно информации, рисунки были раскуплены фанатами на 340 тысяч долларов. Среди них оказалась американская актриса, писательница и участница телешоу субботним вечером в прямом эфире. Цитирую, это довольно безумно. Мы продали ее работы в 40 или 50 стран. Удивительно, как ее аудитория реагирует на все, что она делает, заявил в беседе с порталом арт-дилер Крис Мартин. В ноябре Анна Делви, Анна Сорокина, рассказала о своей жизни под домашним арестом. Известно, что на данный момент аферистка снимает двухкомнатные апартаменты в районе Иствилыч в Нью-Йорке. Так, на одной стене квартиры мошенница разместила собственные иллюстрации, созданные в тюрьме. Ранее аналогичные рисунки она продала за 200 тысяч долларов, что позволило ей оплатить аренду квартиры на три месяца. В мае 2019 года, после ареста в 2017, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, так называемому, а именно к четырем, от четырех до двенадцати лет тюрьмы, захищения средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Maritime менее чем через четыре года заключения. Однако, в марте 2021 года эмиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу. Гражданка Германии Сорокина переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, тесно общалась с представителями Нью-Йоркского высшего общества. При этом она подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов. Об этом очень хорошо и еще раз хочу повторить в этом сериале, посвященном деятельности этой аферистки. Полиция задержала жителя штата Индиана, который посчитал, что его отца подменили человекообразным роботом, убил и расчленил его. Полиция прибыла к дому Шона Хейса в городе Митчелл 20 декабря после звонка некоего мужчины. Тот заявил, что Хейс утверждает, будто его отца Хея превратили в робота. По этой причине сын решил уничтожить самозванца. Когда правоохранители подъехали к дому Хейса, то увидели, что он пытается задним ходом выехать с придомового участка на автомобиле. Полицейские спросили его об отце. Это робот, похожий на человека. Он лежит вон там. Мне пришлось стрелять, чтобы уничтожить его, заявил Хейс, указав рукой в сторону дома. Сотрудники полиции задержали его, пришли к дому и обнаружили у дверей тело Хея, его отца. Он был убит выстрелами в грудь и голову и частично расчленен. В Вашингтоне вандалы оставили без света около 14 тысяч человек в Рождество. Злоумышленники пробрались на три электростанции в городе Такома, штат Вашингтон, и вывели из строя оборудование, оставив около 14 тысяч человек без электричества. Об этом сообщает телеканал Факс Ньюс со ссылкой на офис шерифа округа Пирс. Звонок о краже со взломом на одной из станций поступил в офис шерифа около половины шестого утра 25 декабря. Прибывшие на место правоохранители обнаружили следы взлома и поврежденное оборудование. При этом злоумышленники ничего не украли. Позднее в то же утро аналогичные инциденты были зафиксированы еще на двух местных подстанциях. В результате около 14 тысяч человек остались без электричества. Минимум 55 человек погибли в результате снежной бури, охватившей США на выходных. Об этом сообщает телеканал NBC. Гибель людей, вызванная неблагоприятными погодными условиями, была зафиксирована в 12 штатах, среди которых Нью-Йорк, Огайо, Кентукки, Миссури, Теннесси, Канзас. По словам представителя судебно-медицинской экспертизы, около 25 смертей зафиксированы в приграничном с Канадой округе Эри, штат Нью-Йорк. Сильные порывы ветра и снегопад также привели к отключению электроснабжения тысяч жителей по всему штату. Около 15 тысяч человек в городе Буффало остались без электричества, передает телеканал сообщение губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хочул. На прошлой неделе на значительную часть Соединенных Штатов пришла непогода в виде резкого похолодания, сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура опустилась до близких к рекорда низким значениям. Вот я помню, в прошедшую субботу утром в Нью-Йорке, в Бруклине, было 8 градусов по Фаренгейту. Это очень холодно, учитывая влажность для нашего города. В общем, необычные совершенно были морозы. Ну и пришедший из Арктики холод, нарушивший вместе со снегопадами и сильным ветром авиасообщение в Соединенных Штатах, не помешает рождественскому перелету Санта-Клауса, так считает воздушно-космическое командование. Цитирую, время от времени нам приходится сталкиваться с полярным вихрем, но Санта круглый год живет в центре одного из них на Севером полюсе, так что он привык к такой погоде. Невозмутимо заявил старший сержант ВВС США Бен Уайзман, представитель Североамериканских воздушно-космических сил обороны North American Aerospace Defense Command, НАРАД. На протяжении 67 лет Американо-канадское подразделение НАРАД, базирующееся на военно-воздушной базе Петерсон в Колорадо-Спрингс, предоставляло изображение и информацию о праздничном путешествии по миру Санта-Клауса, наряду со своей основной задачей мониторинга средств противовоздушной обороны и выпуска оперативных сообщений для аэрокосмической и морской навигации. Традиция отслеживания праздничного полета Санта-Клауса впервые возникла в 1955 году из-за опечатки допущенной газетой в Колорадо-Спрингс. Номер телефона, по которому дети могли позвонить Санта-Клаусу и поговорить с ним, вместо универмага, на самом деле принадлежал континентальному командованию противовоздушной обороны. Однако дежурный офицер принял звонки от детей и заверил их, что Санта-Клаус, известный также в других странах мира, как Дед Мороз или Святой Николай, уже находится в воздухе и доставляет подарки хорошим девочкам и мальчикам по расписанию, перемещаясь по воздуху на своих санях, запряженных северными оленями. Но Санта-Клаус не подает официальный полетный план, поэтому военные никогда не могут быть точно уверены ни в том, что он уже взлетел ни в его точном маршруте, сказал Уайзман из Нарад. Тем не менее, отслеживание его полета в режиме реального времени началось в 4 часа утра по времени восточного побережья США в пятницу 23 декабря на сайте Нарад. По словам Уайзмана, как только главный олень Рудольф наденет свой блестящий красный нос, военные смогут определить местоположение Сане и Санта-Клауса с помощью инфракрасных датчиков. Пилоты американских и канадских истребителей вежливо сопровождают Санта-Клауса над Северной Америкой, а Санта замедляет ход, чтобы помахать им, добавил сержант Уайзман. Американская певица Шер сообщила на своей странице в Твиттер, что выходит замуж. 76-летней артистке сделала предложение 36-летней возлюбленной музыкальный продюсер и рэпер Александр Эдвардс, то есть он два раза практически моложе Шер. Исполнительница опубликовала в аккаунте фотографию кольца с крупным бриллиантом. Нет слов, Александр, написала Шер. О романе пары стало известно в октябре. По словам певицы, она познакомила с Эдвардсом в сентябре на неделе моды в Париже. В начале декабря Шер сообщила, что ее мать, актриса Джорджия Холт, умерла на 96-м году жизни. Ну и, как мы видим, к концу декабря она сообщила о том, что у нее предстоит в жизни серьезные изменения. Ушел из жизни музыкальный продюсер, автор песен Том Белл. Об этом сообщает Deadline. Белл скончался в городе Беллингхен, штат Вашингтон. Ему было 79 лет. Причина смерти композитора не уточняется. После известия о кончине Тома, друзья и коллеги назвали его в соцсетях одним из величайших продюсеров всех времен. Белл родился на Ямайке в 1943 году в семье музыкантов. В возрасте 4 лет он получил свою первую музыкальную установку и начал заниматься фортепиано. Белл писал песни для таких артистов, как Элтон Джон, Тедди Пендеграсс, Литтл Энтони и Энди Империалс, Дэвид Бёрн. В 1975 году музыкант был удостоен премии Грэмми в категории «Лучший продюсер года», а в 1993-м получил звезду «Алли и славы» Филадельфийского музыкального альянса. Дамы и господа, время передачи «Стекло». Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова